МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на своём. В прямом эфире. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о главных событиях дня. Шерстяная пряжа для шерстяных носков. Как помогают тем, кто помогает? Сюжет Анастасии Зубрицкой. Впервые за 46 лет капитально ремонтируют участковую больницу посёлка Солнечнодольска. Подробности в сюжете Кристины Бородюк. Лебединое озеро. Какой краевой водоём облюбовали грациозные птицы? Программу модернизации здравоохранения на Ставрополье нужно совершенствовать. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил в ходе рабочей поездки в Андроповский округ. Глава региона осмотрел отремонтированную поликлинику в селе Курсавки. Работы начались в 2021 году, завершились в ноябре 2022-го. Владимиров отметил, что выполнено всё хорошо, а вот другим отделениям больницы нужен ремонт. Нам нужно дальше продолжать совершенствовать программу модернизации и заходить, я бы, наверное, сказал, что ещё глубже в систему здравоохранения Ставропольского края, чтобы все вот эти, ну, скажем, те объекты, которые прямо требуют и кричат о капитальном ремонте, дальше продолжать их ремонтировать. Поэтому здесь дальше продолжим работать и с федерацией отрабатывать, и сами планировать собственные действия для того, чтобы нам, не знаю, нужно усиливаться. Инициативная группа волонтёров из Ставрополя вяжет шерстяные вещи для военнослужащих. На счету добровольцев несколько сотен готовых изделий. Но в октябре группе не хватило пряжи. С просьбой о помощи в закупке материала женщины обратились на прямую линию к губернатору Ставрополя. Анастасия Зубрицкая узнала, как теперь обстоят дела у наших мастериц. Спасибо вам большое за гуманитарную помощь. Это всё то, что нам необходимо. Тёплые носочки, всё. Эти видеописьма записаны в декабре. Военнослужащие благодарят группу ставропольских волонтёров за гуманитарную помощь. Основная часть посылки на фронт – вязаные изделия. Шерстяные носки, манишка. Мы благодарим всех рукодельниц, которые творят такие чудеса. Спасибо вам большое. Впереди зима. Это нам необходимо. Победа будет за нами. Спасибо большое. Это уже следствие большой и слаженной работы волонтёров из Ставрополя. Ещё в октябре они обратились на прямую линию губернатора. Женщины хотели помочь вязать тёплые вещи военным, но денег на пряжу не было. У нас в группе на сегодняшний день уже 120 добровольцев. Женщин, которые готовы вязать тёплые вещи нашим призывникам, добровольцам. Мы испытываем нужду в пряже. Нам не хватает пряжи, и мы просим вас о помощи. Надо брать, да пряжу покупать, да отдавать. Я даже не сомневаюсь, как надо помогать. Через несколько дней инициативная группа мастериц получила большую партию шерстяной пряжи. Да, Владимир Владимирович пошёл нам на встречу. Нам выкупили больше 100 килограмм пряжи. Вот по нашему заказу, как мы посчитали нужен, какую мы изучили тему очень хорошо. По опыту такому общероссийскому. Потому что, как выяснилось, не всё, не всё, что вяжут, всё правильно. Лариса Аганян, руководитель инициативной группы вязальщиц. Вязальщица, она же, координатор епархиального приюта для беременных женщин и женщин-фладенцами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Говорит, найти тех, кто готов помочь нашим бойцам, было несложно. У нас много подопечных семей, порядка 400. Я всё время стараюсь им предложить какие-то волонтёрские инициативы, чтобы они не только получали помощь, но и отдавали. И как только вот эта идея вязать что-то на фронт так прозвучала где-то в соцсетях, мы девочек всех подтянули. Теперь в инициативную группу входят больше сотни волонтёров. Среди них и Ольга Сотникова. Женщина работает оператором котельной, вяжет в свободное время по зову сердцем. У вас у самой близкие там сейчас находятся? Да, племянник, помоги Господи, и зять. Там, да, зять пошёл добровольцем, племянник, мобилизовали его с октября месяца. И они решили, что они, конечно, даже защищать Родину, да, там защищают. Помоги Господи. Партию из 100 килограммов пряжи женщины уже превратили в готовые изделия. А здесь представлены все изделия, которые делают волонтёры. Это такие шерстяные пояса, снуды, варежки, стельки и, конечно же, носочки. После уже готовые изделия упаковывают в такие коробки и отправляют нашим военнослужащим. Они продолжают работать и вязать, а чтобы закупить очередную партию пряжи, устроили ярмарку. В общем, это была благотворительная ярмарка на крещение, после которой было собрано около 70 тысяч рублей, на которые вот сейчас закуплена уже вот эта вся шерсть. Ну и которая будет, мы надеемся, в течение недели вся роздана вязальщицам и тоже вся эта, так сказать, превратится все в нужные вещи для наших военных. Мы ждем еще партию от правительства. Тоже 100 килограмм нам обещали, еще обещали. Так что, ну, надеемся, процесс, и даже уверены в этом, процесс не будет прекращен, будет продолжаться. Чем можем, всем будем помогать, будем вязать. Кстати, волонтеры еще и обучают тех, кто не умеет вязать, но также очень хочет дарить свое теплом. В данный момент я занимаюсь тем, что вяжу носки. Начинаем мы с резиночки. Резиночка должна быть длинная, чтобы не мешала, не заходила за берцы, сапоги. Потом переходим на пяточку и потом сам носочек. Волонтерам раздают пряжу на дом и ведут учет, контролируют каждый сантиметр. В уже готовые изделия добровольцы кладут и сюрприз. Чтобы порадовать ребят, в каждый носочек мы кладем сюрприз. Такой маленький. Конфетка и чаек. Чай или кофе. Ну, что нам принесут девочки, то и складываем. То, чем мы занимаемся, то, что мы делаем, нужно не только военным нашим, не только ребятам нашим, но и нам. Вот мы этим занимаемся, как-то мы себя чувствуем нужными. Они вяжут на фронт, дарят тепло и получают его в ответ. И как никто, знают, где куется победа. В этом убедились Анастасия Зубритская и Иван Шаталов с Тавропольским телевидением. Вот особенно тронули меня вот эти милые сюрпризы в вязаных изделиях. Ведь именно из таких мелочей и состоит большая радость. Лекарства для больниц на Ставрополе в этом году планируют капитально отремонтировать около 90 медучреждений по поручению губернатора Владимира Владимирова. В том числе участковую больницу в Солнечнодольске. Ее начали ремонтировать в декабре прошлого года. Как продвигаются работы и когда планируют закончить, медучреждение осмотрела Кристина Бородюк. Звуки ремонта в участковой больнице Солнечнодольска слышны с декабря. Рабочие сняли старую стяжку, завершают демонтаж стен. Преображают медучреждения благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Общая площадь данного объекта 4173 квадратных метра. Сроки исполнения работы у нас до 2024 года, но мы планируем закончить раньше. Второй, четвертый этаж мы уже начали прокладку электричества, также сантехнических коммуникаций уже проложены. Ну, как бы все в работе, все хорошо. А это все, что осталось от детского отделения. Яркие стены, цветочки, персонажи из мультиков. Все, чтобы мальчишкам и девчонкам не было скучно и страшно. Конечно, жаль прощаться с этим творчеством, но обещают сделать еще лучше. До ремонта в больнице было развернуто больше сотни коек. Функционировали педиатрическое, терапевтическое, хирургическое отделение, а также гинекология и палеотивная медицина. Мы хотим не только сделать ремонт в тех отделениях, которые были, которые, как бы, мы надеемся, что вернутся к нам, но и отделение, которое у нас на четвертом этаже, полностью перевести на второй этаж. Это отделение оказания палеотивной медицинской помощи. На время ремонта пациентов перевели в другие медучреждения из Обильненского округа. Тех, кому не нужно круглосуточное наблюдение, направили в поликлинику. А это раньше было отделение патологии беременности. В каждой из палат лежали женщины на разных сроках беременности. И это показано рисунками на стенах. Здесь первые месяцы цветочки только пробиваются. А в этой палате второй триместр цветник разрастается. На последних сроках можно увидеть вот такие картины. Здесь уже целое дерево жизни. Увидеть в больнице галерею находка. Поэтому уже с новым ремонтом творческий полет администрации специалистов Солнечнодольской больницы продолжится. Обновленные стены будут украшать работы ставропольских художников. На это надеются Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Перелетные лебеди облюбовали озеро Буйвола на Ставрополе. Уже вторая стая останавливается там по пути в теплые края. Об этом рассказал глава Буденновского округа Андрей Соколов. На территории яхт-клуба стаи видели уже дважды за неделю. Лебеди останавливаются, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Ну а жители в это время могут полюбоваться грациозными птицами. Такими были главные события дня. Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду. Первое февраля. А погоды-то у нас совсем не февральские стоят. В центральной территории края такая ситуация. В Изобильном и Новоалександровске плюс 7 и пасмурно. А утром возможен небольшой снег. Невиномыск плюс 6 днем. И утром также возможны осадки в виде снега. Ставрополь плюс 5. И тоже утром снег. Ветер до 2 метров в секунду. Световой день 9 часов 48 минут. Магнитное поле спокойное. А вот на Кавминводах прохладнее. Всего-то до плюс 4 днем. Облачно с прояснениями и без осадков. И ветер чуть-чуть посильнее. До 4 метров в секунду. Это в Пятигорске. И 3 метра в секунду в остальных городах-курортах. В востоке север края. Нефтекумск и Буденновск. Пасмурно, без осадков. И до плюс 4 днем. А ветер не больше 2 метров в секунду. В Дивном пасмурно и плюс 5. В Ипатово плюс 7. Без осадков. И ветер те же 2 метра в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся.